Минская Динамо готовится к противостоянию с греческим пауком в рамках футбольной лиги Европы. Сегодня в уже по-настоящему зимнем антураже белоголубые провели открытую тренировку. Перина снега не смогла скрыть эмоции динамовцев. Как у футболистов, так и у тренерского штаба на лицах не читалось никакого напряжения или страха. Зато в ходу улыбки и шутки друг над другом. Такая непринужденная атмосфера в команде понятна. Минчане еще в прошлом туре распрощались со всеми шансами на выход в весеннюю стадию турнира. Тем не менее, Динамо намерено взять реванш за чувствительную пощечину в первом круге, когда белоголубые уступили пауку с разгромным счетом 1-6. В кулуарах ходят слухи о том, что будущее Владимира Журавля у руля минской команды весьма туманно. Но пока это только домыслы, и главный тренер Динамо живет лишь предстоящей игрой. Настроение в команде хорошее. И, в принципе, готовы к завтрашней игре неплохо. А вот для греков матч на Борисов-арене станет крайне важным с точки зрения турнирной борьбы. Паук конкурирует с Гингамом за вторую строчку в группе. Нам предстоит играть с соперником, который уже лишился перспектив Лиги Европы. Но является это плюсом или минусом, мы узнаем после окончания игры. Обычно команда, которая не закрепощена, не чувствует давления, крайне опасна, играя у себя дома. Тогда наши дела будут плохи. Надеюсь, что мы, футболисты, смогут приспособиться к погодным условиям. Ведь возможная завтрашняя победа позволит нам и дальше бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Накануне теплолюбивые футболисты Порту не испугались холода и оказались сильнее Баты в матче Лиги Чемпионов. А уже завтра посмотрим, какую шутку сыграет морозная погода с греческим Пауком. И сможет ли Минская Динамо, которому, увы, не помогут Умара Бангура и Никита Корзу, на мажорной ноте завершить текущий Евросезон? Европейские матчи мы проводим на Борисов-арене. Стадион удален от Минска. И я уверен, что проходили бы, если эти игры в Минске, людей было бы больше. Опять же, позднее начало матча, холодная погода, наверное, оттолкнет часть болельщиков. Но те, кто приедут на матч, в каком бы количестве они ни были, мы в любом случае будем играть для них и будем чувствовать и ощущать, и понимать, что это наша 12-я игру. Наконец-то прорвало. Баскетбольные смоки на паркете Минской арены с довольно солидным перевесом обыграли турецкий Ушак, который пожаловал в белорусскую столицу на матч Евро-челленджа. Подробности в сюжете Светланы Сиротко. Встреча с турками определяла, сохранять ли драконы шансы на продолжение борьбы в Еврокубке. Проигрыш вычеркивал минчан из претендентов на выход из группы. То ли серьезнейшая мотивация, то ли грамотный разбор оппонента сыграли свою роль. Но по ходу встречи хозяева паркета верховодили в игре на всех фронтах. Поймав кураж, подопечные Григорьевичука планомерно наращивали отрыв. И перед заключительной четвертью преимущество составляло 18 очков. В финальные 10 минутки смоки заставили своих поклонников понервничать провал 0-11, и положение хозяев уже не выглядело таким уверенным. Команда немножко успокоилась, а команда из Турции довольно-таки не слабая. И у нее есть игроки, которые любят играть именно в такое баскетбол. Они немножко усыпляют внимание, потом забивают несколько трешек, возвращаются в игру, как сегодня и получилось. Тем не менее, сохранить победу минчанам удалось. Мараш отрабатывал на подборах, Меркович разгонял атаки. И командными усилиями драконы оформили таки первую домашнюю победу в сезоне. 85-73 и цмоки по-прежнему в игре. Следующий поединок в Евро-челлендже команда проведет на выезде против Шауляя. Минская юность добилась уверенной гостевой виктории над Витебском в очередном туре хоккейной экстралиги. В финальной сирене на табло горел счет 6-3 в пользу подопечных Михаила Захарова. А наиболее значимую роль в победе сыграл капитан минчан Анатолий Протасеня, записавший на свой счет хэп-трик. В других матчах Гомель весьма натужно обыграл Лиду, Химикс Ка был чуть-чуть успешнее Динамо Молодечно, а Брест в серии буллитов выцарапал победу у Могилева. Бронзовую награду, а вместе с ней и лицензионные очки завоевал Алексей Сенкевич на втором этапе Кубка мира по фехтованию среди колясочников в Венгрии. Сейчас Беларусь занимает третью позицию в мировом рейтинге. Второе место в нем, кстати, тоже у нашего земляка Андрея Проневича. Следующий этап намечен на 18 декабря и пройдет в Гонконге. А пока у наших паралимпийцев есть немного свободного времени, они распоряжаются им с пользой. Про то, как спортсмены помогали Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, расскажет Юлия Селепиская. Даже не верится, что этих счастливых ребят, ловко орудующих теннисной ракеткой, серьезное заболевание – детский церебральный паралич. Болеть – это не приговор, и можно действительно активно реабилитироваться спортом. У нас детки активно занимаются настольным теннисом, бомбинтоном, шахматы, шашки, футбол. Навестить ребятишек в реабилитационный центр приехала чемпионка паралимпийских игр Людмила Волчок. Олимпийских медалей можно достигать во всех отраслях своей жизни. Кому что нравится – и готовить, и шить, и вышивать. А мы будем показывать пример на спорте. Воспитанники реабилитационного центра получили подарки и материальную помощь от олимпийской чемпионки по фристайлу Аллы Цупер, чемпионки паралимпиады Людмилы Волчок, а также членов женской национальной команды по баскетболу – Екатерина Снытина и Татьяна Лехторович. Пусть эти ребята не станут великими спортсменами, но знакомство с чемпионами помогает обрести уверенность в собственные силы. Я хочу стать либо программистом, либо диджеем, либо фотографом. У меня ДЦП, но я думаю, это мне не будет никак мешать. Я ощущаю себя вполне здоровым человеком. Хочу я поступать в БГУ, в бизнес-менеджмент, и специальность будет экономист-менеджер. Центр принимает сразу около 120 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Многие учатся ходить и говорить. Центр открыт в 2000 году по программе президента «Дети Беларуси». Дети участвуют в спортивных мероприятиях республиканского значения. Наши дети, и они побеждают. Центр работает в разных направлениях, а в перспективе создание базы для подготовки юных паралимпийцев. И на сегодня это все спортивные новости. До встречи в эфире.